Занятие, оно такое, сами увидите, короче, и здесь даже более того, мало того, что я не веду занятия, так еще и вы же ничего не делаете. Полное, вы же светлые, нормально, ты куда подойдешь? Здесь никто ничего делать не будет, это такое очень странное занятие, где ничего не надо делать. Тем не менее, видеться мы будем, но как это произойдет? Спасибо. Начнем со спины, здесь у нас некоторые уже проходили этот процесс, спина здесь какую-то роль играет, просто пробуждение энергии может быть. Мы немножко готовим свое тело к тому, чтобы оно само начало двигаться, для этого какие-то энергетические моменты случаются. И потом у нас будет все вспоминаться, вспоминаться то, что было до того, как мы будем через тело вспоминать, то, что было до того. С какого момента, до рождения, может быть, до рождения, может быть, во время рождения, но тогда, когда не было этого я, тело это помнит. И тело помнит вот это стильное восприятие реальное, вот это чудо, восприятие, где нету разделения еще. И с телом мы будем никакого не проходить. И увидим, что это без противоречия с тем, что сейчас будет уже действовать. То есть тело есть, а все это одновременно существует. И мы как безграничности, мы как-то нету здесь противоречия. Причем, вы увидите, что движение и не движение, это одно и то же, по сути. Залезай вот тут, да? Там еще. Надо, наверное, нам вокруг центра тогда собраться. Пусть два человека вылезут еще в это пространство. Ну, во-первых, давайте присядем пока, на минуточку хотя бы, и посмотрим на себя, кто, собственно говоря, пришел. Кроме того, что мы, когда обычно спрашиваем, кто я, кто я, да? А вот сейчас мы просто посмотрим, что вот. Ну, вот это то, что есть. Вот это я какой-то есть. И посмотрим на него просто с глубоким приятелем. Тому, как на чудо некое. Вот то, что вот есть, оно чудо. Посмотрите, со всеми, со всеми, даже какими-то, может быть, то, что вам не нравится. Ну, просто посмотрим на это, как и величайшие люди, по-божественно. Со всем тем, что у нас есть. И даже не выясняют, кто мы есть. Просто посмотрите. С глубоким приятелем. Потому что это уже сейчас есть, уже сотворено как раз. Вот оно проявлено в таком виде. И, может быть, заценить вот это проявление, как оно красиво. И, может быть, мы такой волшебный труд сейчас сделаем. Я буду передавать человеку, а все остальные смотрят на него, и мы просто заценим, насколько совершенно творение во всем его проявлении. Ничего не надо менять, просто как есть, как это красиво. И как только ты почувствуешь, что ты насладилась вот этим. Просто сама посмотри на себя. Посмотри, что ты есть. И девица ты можешь. Ты почувствуешь, когда что-то. Тебе достаточно, и ты переддаешь дальше. Ты просто называешь свое имя, а мы все просто смотрим, ну и любуемся тобой. Потому что это величайшее чудо, уникальное совершенно. И ты сам полюбуйся собой. Если я принесу себя таким, как и есть. Представляешь, как это? Ну, это уже есть. Это уже сейчас есть. И оно совершенно свое несовершенство. Ты можешь передать дальше, когда почувствуешь, что хватит. Такая фотография в моменте. Величайшего чудо-творения. Нет сомнений. Там же столько клеток. Всего-всего-всего. Безумкая вообще работа природы. И всего остального. Сознание. Сознание в появлении. Амнистию всему, что есть внутри. Всему. Разрешите это не просмотреть? Все прощается. Все принято. Все есть. Сознание. Соснание. Алик сандалим. Соснание. Продолжение следует... 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 Не туда мы летим, куда-то, да, мы прямо здесь, рядом. Сейчас, может быть, какой-то процесс будет. Прошу, пожалуйста. Ну всё, другую помощь можно начинать. Начнём со спины, с таких простых-простых вещей, равнивания спины почему-то это имеет значение, не знаю почему, но мы начнём с этого. Возьмите все головой спины и просто в том видео смотрится аккуратно, а в том видео, как уже можно начинать? Начинаем мы, для тех, кто не видел, с такого вот выкладывания шейного отдела позвоночника и его просто вжимание в землю за счёт того, что так поднимается. Он вжимается в шейное отдел, в землю и растягивается. Открывается шейный замок. Мы делаем так, чтобы потекла энергия в теле, чтобы она свободно потекла. Тогда тело сможет себя проявить и выдать ту информацию, которая пока что нам не очень доступна и может быть раскрыта. Вот. И потом, когда растягивается этот шейный отдел, я сейчас проверю всех, как он растягивается. После этого просто вот такое движение, как собачки, кошечки трутся в землю. Это просто простое, простое движение позвоночника, Матрена. Растирание. Растирание позвонков всех вот так вот сверху вниз. До самого креста и попчика. Это очень простой самомассаж штюны. И ещё вот такие вот встречные движения. Вот так вот растяжка позвонков ещё. Чтобы коллега потекла по позвоночнику. Ещё вот такая вот ходьба лопатками по плоскости, чтобы спина получила эталонное такое вот раскладывание на земле. Эталонное своё положение ровности, ровного позвоночника и хорошо прочувствовать спине. Вы почувствуете кайфники. У нас занятия очень странные, но всё время идут по кайфу. По облегчению кайфу. Вот растирать можно довольно резкими движениями, хотя и расслабленными. Вот смотрите. Растирать можно вот так. Ей годится не будет на петлю, да? Не, я оставил камеру, я идёну там мало. Хорошо. Камера включена. Ну пусть. Хорошо. Нужно растираться. Это вот такое довольно резкое растирание. Чуть-чуть-чуть-чуть. И, ну при этом расслабленное. Но чтобы позвонки они прочувствовали, чтобы они реально так вот прочувствовались, у позвоночка вниз пройти, пропустить волну вот такой. Без напряжения, на расслаблении. Сейчас проверю, у кого как шейный отдел. Попробуйте видеть шейный отдел вот этот раскрой. Поднять кайфу сейчас. И проверим как. Раскрывается. Вот просто выкладываешь ногу в голову, а это нажимает в сербину. Да, да. Чувствуешь, что расстёдочка? Ну здесь всё прекрасно. Здесь прекрасно. Вот подбородок на себя опять выше. И тогда он сам без напряжения растянется. Ага. Здесь хорошо у тебя спинка. Вообще, ты видимо чем-то занимаешься. Ага. Ну хорошо, да. Растягивается, растягивается. Ну-ка посмотрим. Положи голову вниз. Да, голову вот подбородок на себя. Вот. А таз выше поднимет. И чтобы вот эта прижалась к земле в результате. За счёт всего тяжести. Туда можешь сместиться. По поврику. Вот, вот так. Ага. Вот выше таз, таз выше, 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 выше. А здесь вот это прижимается само, само щитом. Да. А носами сюда. Вот. Подбородок туда. Ну вот. Это тоже. И растягиваешь. Вот так. Ага. Оно само растягивается. Вдавливается. Вдавливается. Вдавливается за счёт поднятия таза. Вдавливается. А что надо? Вот сюда должно придавиться к нему. Нет. Не придавивается. А нужно поднять таз, чтобы придавилось. Вот. Вот. Растягивается теперь. И немножко в бок ещё растяжку делать. Ну здесь всё прекрасно. Здесь у мужчин вообще супер. 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 И сейчас вот ещё разминаем спинку. Вот так вот пройдитесь. полным, полным. Так вот. По поверхности. Пристираем. Вот так. Пристираем. До хлопчика. Ааа. Ааа. И от хлопчика немножко вверх. Вот так. Волны, волны. И еще вот здесь мы сразу пробуем вот этот момент пробуждения некой памяти в клетках, вспоминание вот этого детского состояния целостности с миром. Вот попробуйте вот в это войти. То, что давно забыто может быть. Вот это плавание. Плавание в целостном движении. Причем водитель не может вот так вот взять рукой, а у него все тело движется одновременно. Ноги, руки, все точки тела. Если одна точка двинует, все двинутся одновременно. Вот это и есть целостное движение. Мы потом к нему подойдем. А ты можешь снять уболку просто и все. Давай, сделайся. Это вот ощущение поймать нужно. Здесь именно, вот знаете что, вот потому что, я заметила вчера, не все вошли в это, в стоячем положении, потому что недостаточно поймали это в ближайшем. Здесь надо поймать именно, чтобы все точки двинулись, чтобы никакая не осталась без движения. Если одна точка двинулась, то все потекли, все тело потекли. Вот оно вот так вот течет, все сразу, все. И оно ощущается как целое, неразделенное. Более того, здесь даже можно поймать вот это вот ощущение. Оно такое кайфовое, это плавание, что такое положение. Поймать еще вот эта неразделенность с окружающим, полную защищенность и любовь. Вот это плавание в любви фактически. То есть окружающая среда, это не окружающая среда, это все как целое. Вот это воспоминание, оно такое вот очень тонкое и очень на самом деле мощное есть в клетках об этом. Потому что очень много клетки проводили в этом состоянии блаженства. И они могут чуть как-то коснуться этого и сразу вспомнить это. Такая вот защищенность, благодать, блаженство и в нем. И где вот это окружающее, оно такое теплое и дружественное. Вот это вот даже пространство окружающее. Очень дружественное, очень родное все. Причем независимо от того, близко, далеко, нет ничего этого еще, до того. Мы потом придем к этому немножко по-другому. А сейчас напрямую вспоминаем вот это невесомости в состоянии. Это невесомости. И радости от этого, и неразделенности. И вот это вот состояние, когда одна точка тела двинулась и все потекли. То есть тело имеет целостную природу с самого начала. Потом оно уже там как-то потерялось в этом мире. А сейчас оно еще до ума, до включенности вот этого «я». Оно очень целостное. Вот это вы блаженству. Вот это ощущение движения всех точек тела одновременно. Причем ребенок, он не делает это. Это у него заложено, как целостность такое. Если мы поймали это сейчас, мы потом помним это, когда будем приходить. Это осознанное движение. А сейчас мы еще немножко разорчем. Вот как раскинем ноги, вот эти свободные ноги было делать, невинность. Вспоминаем опять вот эту невинность. Ноги куда угодно вообще раскидываются. И вот так вот. И на этой вот невинности можно там растереть копчик с крестом до горячего состояния. Обненный цветок первых чакр разжечь. Обковерку потереть вот так, чтобы горячо стало. И вот эту жизненность, вот этот источник жизни, огонь, вот этот, под позвоночник, поднимите вверх. До макушечки. И вот так мы просто какие-то элементарные вещи делаем для пробуждения жизни в этих теле. И когда на макушечке поклассают, то можно вот эту волну просто оставить и здесь, словно спиной. Этот ровный позвоночник, чтобы посмотреть, да. И посмотреть свою спинку, ощущение. Здесь можно просто вот этот стержень почувствовать и на нем расслабиться. Он сам будет. И почувствовать свою спинку. Здесь можно так вот микрокосмическую армию спинку. То есть кто не знает, это просто на вдохе подняться спине вверх. И на выдохе по передней части спускается по кругу вверх. И опять на вдохе стопчика вверх у спине. И просто развивается на выдохе вверх. Ну, она запускается легко и со спонницей. Это тоже младенческое состояние. Свободного течения мира. Это по-конку. Радость тоже. Такая. Энеродетическая. Энеродетически наклонность тела. Это такая собранность тела, как в такой маленькой колыбельке в этой микрокросмической орбите. Оно защищено, оно радостно, оно наполнено. Сейчас мы еще немножко ее запустим и просто порадуемся этими. Она легко вспоминается, дальше ее тренируют, сначала надо будет несколько лет, чтобы она хорошо запустилась. Но сейчас такой момент, что можно сразу вспоминание через тело просто, что это уже есть. И сейчас мы просто еще такую маленькую вот вспоминалочку делаем. Вот центр тяжести ощущаем внизу вот нужные длинчанки. На два пальца ниже губка, внутри тела. И вот ощущаем ее большим, большим и очень таким наполненным внизу. Центр тяжести такой. Попробуем вот это вот равновесие почувствовать. Оп! на ягодицах, на кровщике. Поймать вот это тоже такое детское ощущение равновесия. В общем вот, если мы входим в эту вот такую простую, и это очень может быть глубоко, потому что там есть глубинные вещи, которые открываются через простые и простые вещи. вот это вот зависание, оно как раз очень глубоко идет в пространство до времени, где нет времени. Вот изначальность. И вот эта граница вне времени и сотворения во времени. в эти моменты зависание между всем вот этим качелем. Оп! Это между звуками, между предметами, между движениями, между угохами, вот это. Вот эта проста строго нет ничего. Открывается, приоткрывается в эти моменты просто. И мы просто ощущаем вот эту радость. Видите почему? На качелях радость ощущает. У них там никакого, ничего там нет. В этот момент ничего нет. И можно пробовать в доверии также упасть назад, смело или там, я тебя противник попарски затрону. А? Ха-ха-ха. И потом, оп! Тоже кофе это началось. Вспомним. Такая разминочка. Оп! Можно же поиграть этим. Можно даже, кто смелый, можно падать даже сверху. Вот так. Вы уже совсем смелый. Так вот. Ух! Не пробовать. А если хорошо упасть, то можно это выкрутить и обратно поднимать. Ну вот как-то так устраивает. А что? Ну вот как-то так устраивает. А что? Ох! Ну вот так. Если я поваляюсь, я думаю, ничем страшного не будет. Ну вот в католиках валяйтесь, а это по-большому поваляйтесь. М пользователь. Эээ эээ! Получ codes с fight. Ничья. М complicado. Здесь на самом деле очень глубокие вещи вспоминаются из тела, при этом валяне, казалось бы, пусть так, но вот тело, оно начинает там, куда окружение возникать, вы посмотрите. Вот, и это окружение, оно основа всего, там преск вспоминаются такие вещи, которые вовсе даже не все, а в этом пространстве происходит. И сейчас мы можем уже охунуть, начать некое новое путешествие. И вот такое вот, я вам говорила, что мы делать ничего не будем, сейчас, в серии еще, когда действие совершается само, вот здесь мы потягиваемся, так называемая гимнастика для ленивых, берем любую линию натяжения, в теле, и доводим ее, это только, вот, к этой точке, ну, такое сладостное натяжение. И смотрим внутренним тором, туда, вот увидим еще, вот, ничего этого не делаем, а просто само тело выбирает. Потом он пустает, и пустает, он выбирает еще вот такую тему натяжению, свою какую-то блок, и оно выбирает то, что ему хорошо, где сладостная энергия туда идет. И вот, когда он начинает искать такие жилочки, где ему очень хорошо и комфортно. И там, где наше внимание, тогда идет энергия беспрепятственная. Энергия цели чистая для нашего внимания. И мы сейчас просто активизируем тело и приучаем внимание находиться в нем, потому что сейчас мы используем этот момент для раскрытия всего, для раскрытия нашей природы через тело. И мы просто ищем, это, тело само ищет какие-то жилочки, какие-то, вот, положение, где ему комфортно, где ему хорошо. Где оно вот вспоминает, ну, такие вот, где-то такие места, где ему не хватало энергии, не хватало жизни. А мы выяснили, вот, вот, оп! Оп! Можно кряхтеть, можно... А пукой можно? Да, пожалуйста! Конечно! Можно кряхтеть, можно какие-то звуки сдавать, подышать через какое-то место, если оно где-то застряло, что-то там чуть-чуть. Тело вот сейчас хочет, хочет жизненностью наполниться. Мы ему просто даем слово. Полностью его слово. Оно вздохнет свободно, потому что обычно мы что-то заставляем его делать. Мы как-то используем по своему усмотрению, доводим его до какой-то степени невнимания, истощения, нежизненности. Оно ничего не может с этим сделать. И сейчас мы ему просто даем слово, чтобы оно как-то восстановило себя само, как хочет. И оно само себя пытается, вот, просто оживить как-то. Наконец-то, думает, мне дали слово. Вообще. Сколько лет, сколько зим. Если кому-то коврик в этом деле понадобится, берите, становитесь на коврик. Я, наверное, приудивленно сказала их убрать. Может быть, козы какие-то невероятные, нелепые. Это самое то. Потому что, чем нелепее поза, тем, значит, больше она была запрещена каким-то образом. Значит, где-то ум вмешивался. Потому что мы сейчас, что делать будем, и сейчас делаем, и дальше, это разрешать всё. Телу разрешается всё. Ему разрешается всё. То есть, снимается контроль ума с этого дела напрочь. Крышечку мы убираем, и всё. Больше не убиваем. Другого. Другого. А когда из шатра выйдем крышечку одеть? Ха-ха-ха-ха-ха. Вы увидите, что всё само происходит, и крышечка больше не понадобится. Ты видишь, там всё будет согласовано, без нашего контроля. Контроль мне нужен. Всё и так происходит. О, контролёр-то. Мы просто провожаем на пенсию контролёра. Ха-ха-ха-ха. Потрудился? Хватит. Хватит. Всё. Пеночки есть свободные? Пеночки есть свободные, да. Берите вон сколько. О, чёрная. Да, есть чёрная. Такая симпатишная. Вот, вот, берите свободную. Вот, вот. Вот эту, да? Можешь эту взять, да? Да. Вот, держи. Вот, держи. Ага. Так. А, молодой. Вот. Спасибо большое. Угу. Продолжать процесс. Да, спокойно не теряй. Спокойно не теряй. Просто всё можно, можно всё. Вообще всё. Контролёр ушёл. На пенсию окончательно. А если кому-то жалко, он может конечно его опять взять на работу. Но контролёра мы просто отместиваем. И переходим в режим, когда всё происходит само. Режим реальность. Прямо сейчас. Удорово, да? Спасибо, папа. Удорово. Выискиваем жилочки. Программа уже там оказаться. Знаете, как в бане там, в парилке. Камушки такие. И плескается вода туда. Плещется. И вот в какой-то момент находится такая жилочка, где пар больше. У меня тут пшшшшш. Вот так же мы сейчас с телом работаем. Находим жилочки, где больше пара ещё может уйти. И тело ищет само. Единственное, что мы делаем, это просто смотрим. Сюда, где линия натяжения. Просто смотрим. Не контролируем ничего. Наблюдаем. Наблюдаем. И наше внимание постепенно, но легко удерживается в силу. Все нет. Наблюдаем. И тело начинает становиться целым. То есть ощущается как единое целое. Мы приходим обратно к величайшему уровню животных и детей. В этом плане естественности. Потому что естественное состояние тела, когда оно ощущает себя целым. Не раздробленным вот из-за ума нашего. А совершенно целым и свободным. В своих проявлениях. Никаких запретов, а просто ощущение целостности и естественности. И мы пробуем вот ощутить во всех расспектах эту целостность. Выискиваем её как бы проявление, пробуем себя. Как мы двигаемся в этом целом. Как тело находит какие-то. Может уже динамика появиться. Из статики можно перейти в динамику. Где он просто динамический. Продолжается движение. Напряжение перетекает. И тело как целое может совершать какие-то свои движения. Движения. Совершенно может быть необычные для вас. Или позы занимать. Какие-то немыслимые, закрученные. У кого-то может даже йоговские возникли. Это тело может поменять. Пожалуйста. А у кого-то может быть движение. Это тоже имеет место тело. Но вспоминает себя. Покряхтите, покряхтите. Это хорошо. Измучите. Да, это casting. Прокягивайте, как тело. Это неполепная игрушка телом. Ха-ха-ха! О! Музыка Хе-хе-хе-хе-хе! У него никакие такие, никакие-то сверхъестественные жиганы. Самые простые вещи, в чем оно нуждается, что ему не разрешают по какой-то таинственной точке. Почему не разрешают, спрашиваю. Кто это такой нашелся, что он не разрешает этому телу быть живым? Кому-то что-то другое нужно? И там вот эти вот запреты, это прошлое боли, оно может от тела ютиться, и оно может от этого избавляться, если не мешать. Ну вот, похоже, что у нас вот такая присказка заходит к концу, скоро начнется сказка. Это как в русских народных, это только присказка. Чем дальше к ним страшнее, да? А сказка переключена. Да. И сейчас мы еще попробуем простую вещь, которая нам чуть-чуть поможет почувствовать сила. Это фарш. Сейчас все собираемся. Вот теперь уже точно откидываем пенки. Такой ракет. Такой ракет. По-моему, поторопились, а сейчас мы попробуем. И собираемся вот тут кружочек. Вот здесь, тоже таким цветочком. Боком внутрь. Таким соблюдом. Вот так, вот так, да. Вот так. Все собирались. Боками сюда, да? На нас? Ага. Сюда-сюда ближе к цвету. Сейчас мы просто кружочек-кушечек. Я, правда, делала и такой вариант, когда все устраивались. Нет, не вовальчик была, у нас пара проходили сквозь струй люди. Постмассаж. Ну вот сейчас мы кружочком. Сейчас кто-то будет сейчас нахожу. Давай. Давай. Это чуть поширенечко. Яичный. Сейчас, только ближе. Ближе, ближе. Ближе, но круглее. Вот сюда. Ага. Так, как сейчас сейчас. Да, да. Чуть-чуть. Вот так. Еще шаг надо сходить. И давайте так. Вот уже сейчас мы учимся снова. Еще один шаг сделать по пути снятия контроля и полного доверия, доверия божественным рукам. Вот сейчас это не наши руки, вот это вот божественные руки. Все. А мы в виде разных рук. А мы отдаемся. Отдаемся. И ищемся сдаваться и отдаемся. Поехали. 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 Ну сейчас мы просто входим в этот процесс. Еще больше открытости, доверия вот этого детского. Продолжаем входить в это состояние. В состояние полной невинности и открытости. Помогаем, помогаем тому, кто впереди. Если вы далеко, чуть-чуть шаг к центру. Вот, да. Ваши процессы, ноги там, голова, уши, сердце, не забудете. Помогайте человеку прочувствовать себя в своем теле. Естественным образом. Самым естественным образом прочувствовать свое тело. О, так вот. Поглубже. Доставьте человеку глубокие ощущения. Не щипайте, не щипайте. А вот так ходите мягко. Не щипайте, а вот как бы мягко. Вот такими какими-то частями рук, частями тела. Вот так пробуйте большими даже. Вот локтями такими. Нет, вот так вот. Смотрите. Прямо вот используйте свое тело. И ощущения в своем теле держите. В своем теле. Вот вы как бы чувствуете себя, свое тело и продолжаете. Вот это уже не ваши руки. И даже тело в общем-то у вас. Сейчас мы еще ближе, чуть-чуть шаг, еще ближе. Давайте ближе, ближе, ближе. И вот теперь используем тело еще для того, чтобы... Как в океане, ты леплишь? Да, если на самом деле. Расслабимся, ребята, расслабимся. Тише, 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 тише. Тише вот так. Расслабимся, это океан. Просто океан. Попробуйте почутить, вот так. Вы в океане живете. Как грифины, чудесные животные, люди. Ну просто форма, она в океане движется. Вот, и запомнилась, ты миллиона заработаешь на этим видео. Молодцы вам, как артистам. Спасибо. Давай. Так. А теперь потихонечку отпускаем партнера. Может, это жалко, конечно. Почувствуем свое тело. Сейчас кружочек станет и продолжаем вот этот океан чувствовать. Почувствуйте, что он продолжается. Ну, с партнером или без него. Вот этот океан, он есть. Почувствуйте его присутствие в этом пространстве. И тело в этом пространстве как в живом, таком дышащем. Океане любви. Ну, уже вот есть. И он продолжается. Вот никого нет вроде бы, да? Ну, живой океан любви, он остается. Он здесь. И тело прямо в нем сейчас купается, продолжает. И вот сейчас, насколько мы можем, мы возьмем во внимание вот все тело свое. Вот во внимание любви, как маленького дитя вот такого. Здесь такой момент очень тонкий. Здесь надо взять всю поверхность тела во внимание, вот эту форму, все-все, со всеми точечками одновременно, вот как мы учились там и слава, вот так же и сейчас. Вот этот младенец, просто он сейчас на ногах стоит. Вот это ощущение целостности тела, оно сохраняется, вот это вспоминание о нем. Оно вспоминается легко. Тело уже помнит это, клетки помнят. И вот это блаженство целостности. И мы просто легко берем во внимание всю поверхность тела. Вот ощущаем эту форму. И вот в этом ощущении целостности поверхности начинаем двигать одной точечкой, например, пальчиком правой руки, показательно. Начинаем и чувствуем, что тело откликается. И оно все целое и начинает, если точка одна двинулась, если тело целое, целостное, то оно начинает все точечки течь сразу. И пробуем вот так потечь. Это очень тоненько, ничего не делаем. Вот если одна точечка двинулась, то все остальные начинают просто сами течь. И мы следуем за этим течением. Вот здесь можно чуть-чуть раздвинуться и занять всю поверхность, ну как бы объемы шагать. В объеме в любом начинается это движение. И здесь надо довериться. Вот здесь доверие такое, как мы падали вот назад, падали, скачались. Вот здесь такое же доверие. Открывается тело, и оно начинает свое движение. Здесь весь фокус в том, чтобы внимание сохранять на поверхности тела, бережно возвращаться вот туда, чтобы вот это внимание соединяло тело в одно целое. Вот это ключ. Потом мы двигаемся дальше, но сейчас мы никуда не уходим от этого ключа. Вот бережно, бережно, держим звук по вниманию. И начинается движение, оно разворачивается по своим законам. А мы просто вниманием удерживаем, больше ничего не делаем. Вот так оно само пойдет, так пойдет. А мы ничего не делаем. Просто опускаем. И чтобы каждая точечка тела двигалась сама. А мы просто их соединяем своим вниманием, бережно пониманием любви, соединяем в одно целое. Дальше все происходит само. Там нужно ноги, руки брать во внимание, все целое, чтобы все-все сразу обратить. Это как плавание такое в океане. Вот если вы прочувствуете себя, вот еще вспомните вот этот океан, когда мы все катялись вместе в круге, то вот он держит этот океан. И мы просто ими, как вот плюшки, другие вот, и продолжаем движение. И движение может само разворачиваться, мы просто не препятствуем. И даем ему возможность развернуться. Оп. И поплыла. Если одна точка двинулась, то все потекли, все точки тела потекли. Не бойтесь, доверяйте, а вот, и ничего не делайте здесь. Только вниманием берите тело в целое. Вот оно целое за счет вашего внимания и любви. За счет вот этого океана любви, который его держит. И здесь, может быть, кому-то уже легче станет даже двигаться, если он почувствует вот эту плотность пространства вокруг тела, начнет ее ощущать. Оно реально... Вот мы сейчас переходим вниманием от тела к окружающему пространству. И кому-то даже легче взять во внимание все вот это пространство шатра, где происходит движение, тоже в бережное внимание любви. И тогда оно становится таким волшебным и плотным. Мы сейчас вот переходим, внимание, в изначальную субстанцию. Оп. Субстанцию, из которой все сотворяется. И в ней мы дома. Это не есть мы. Мы становимся вот этой субстанцией, и в ней движется наше тело. Мы сейчас такой маленький переход внимания делаем. Вот эта плотная... Она плотная, осязаемая, и даже можно опираться, как о некую плотность операции, и двигаться в ней, как в океане плавать, без всякой тяжести. Ну, сейчас пробуем разворачивать это в пространстве. Пробуем. Дыхание отпускаем, и пусть тело движется. И все равно куда-то... Ну, вы чувствуете, что... что-то как-то... скользает, возвращаетесь к поверхности тела. В этом есть фокус. Вот вы увидите, как это разворачивается именно через этот ключ. Поверхности тела. Если кому-то трудно двигаться, вы можете поднять руку, я помогу его начать движение. Поверхности. Поверхности. Движения здесь не может быть неправильных, они все правильные. Начнется движение, а дальше его не остановить, вы увидите. Ничем не правильного не может быть здесь. Даже если вы сами начнете это движение, то потом оно будет продолжаться само. Тут не будет ясно, кто начал, кто закончил, оно не прерывает. О, ты оно поплыла. Ты поплыла, видишь? Просто я здесь, а меня нет, точно так же движется. Видишь? Вот, не поплыла. Просто разворачиваю немного пространства. Здесь ничего нет, никаких правил ничего нет. Все движения правильные. Просто пробуйте. Движения правильные. Единственное, что вы можете помочь этому, это держать его тело в внимании, всю поверхность в внимании. Тогда вы можете свободно видеться в внимании. Восемь, еще раз. Восемь. 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 Не бойтесь его развернуть, не бойтесь его разворачивать, его убить. Вот такая вещь, это игрушка. Вот эти клубы, вот в объеме клубы двигаются. И двигаться, и опираться по пространству, оно живое. Пробуйте, почувствуйте. Вот как вы растягивались, например, когда вы потягивались, то вы не знали, как тело потянется. Здесь вы никак не контролируйте его. Не контролируйте вообще. Разрешите ему, как упорно. Вы просто четко помогаете ему своими вниманиями. Внимание ко нему и все. Вот как мать, правильная мать, она разрушает ребенку, говорит, все. И только следит за ним, чтобы он не упал там иногда. Только побегает его своей любовью, а он сам видится, как побегает. Он может шарить, может вообще резвиться, как угодно. Возвращаясь к поверхности тела, то все точки, как текущие ощущают, они текут. А мы просто наблюдаем все вокруг. Что про текущиеся? Все нормально, все нормально. А мы просто наблюдаем все вокруг. Что про текущиеся? Все нормально. Возвращаясь к поверхности тела. 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 Казалось бы, не нужно двигаться, что все и так двигается. Доверяй, доверяй. Не специально не двигайся. Если у тебя движение происходит внутри, просто доверяй. Можно не двигаться, если не хочется? Если не хочется, можно не двигаться. Более того, те, кто двигается, они могут попробовать замедлить движение и посмотреть, что из этого будет. Замедлить внешние движения. Замедлить внешние движения и посмотреть, что происходит внутри. Попробуйте приостановить внешние движения. А потом продолжить его и посмотреть. Вот оно продолжается, а потом приостановится. И вы обнаружите некую непрерывность этого движения. Даже когда вы останавливаете внешние движения, а внутри оно продолжается. И когда оно останавливается внешне, оно еще больше хочет продолжаться. И сейчас мы такую сделаем вещь. Внешние движения. Внешние движения приостановим. И берем во внимание любви вот этот шатер, его пространство. Берем во внимание живое такое внимание. Внешние движения. И пробуем днем пошевелить пальчиком правой руки. И смотрим. И смотрим отклик. Если мы его берем как целое, то отклик происходит в каждой точке пространства. Даже наше шевеление пальчиком отзывается в каждой точке пространства. Оно живое и дышит. И отзывается на наше присутствие. И отклик приходит в тело. Вот то, что мы любим, мы становимся этим, мы становимся в этих пространствах. И в нем наше тело. Как полноценное пространство. И можно попробовать чуть-чуть двинуться в этом пространстве и почувствовать, что все отвлекается на наши движения. Все другие тела отвлекаются. Все пространство живое. И мы с ним взаимодействуем по взаимной любви. Это такая любовь пространства. Не понятно, кто является любящим, кто возлюбленным, кто это любовь. Но все происходит одновременно. Можно даже коснуться рукой любой точки этого пространства, на расстоянии. Можно почувствовать каждого, кто здесь есть. В его присутствии. В присутствии всех форм, которые здесь находятся. Все формы движутся просто во взаимном движении. Попробуем еще чуть-чуть подвигаться и развернуть это движение. И ощущать взаимное движение форм своего тела и других тел. Причем мы в этот момент являемся этим пространством, как мы расширяемся, как это делать сами. И попробуем ощущать другие тела через наше тело, которое движется. Вот это взаимодействие через это упругое живое пространство. Вот такое чудо. Режевого теплого взаимодействия. Режевого теплого взаимодействия. И сейчас мы сделаем следующий шаг, попробуем, даже не попробуем, возьмем его внимание, я думаю, все здесь, слово вот это, потому что это естественность, это сознание, мы держим бесконечное количество точек внимания. Мы расширяемся по размеру вот этих дальних западок нашего лагеря, просто берем внимание людей. Тоже так же просто, упоминается эта способность познания. И мы становимся вот этим большим пространством, в котором находятся все тела, все палаточки, все деревья, крова, у меня все находится. И мы просто, наше или большее мнение нашей формы отзывается в каждой точке прекрасно, в каждой. Потому что наше внимание делает его целостным, целостным, волшебным. И это внимание любви, оно целительное, и оно благодатное на этом пространстве. Даже одного человека, который вот так вот любит достаточно, для того, чтобы оно стало волшебным. А здесь, ну, просто, мы все сейчас становимся отзывами. Чувствуем откликаем пространство, наше явление нашей формы. Вещи формы откликаются. Все находится в целостном землодействии. И дальше мы делаем еще скачок внимания. Отплатываем землю. Оп! И вот этим вниманием любви, как любимое дитя, держим это пространство нашей земли. Вместе с землей, с деревьями, с воздухом, со всем тем, что есть. Вот это общее планетарное пространство. И просто чувствуем, что есть это, и здесь, ну, что любишь, тем и становишься. Становишься единым с этим пространством. И просто поддерживаем внимание любви. Можно погладить, пошевелиться в этом. И его наше шевеление, оно уже из этой любви, и оно благодатно для этого произойдет. Там начинают цветы вырастать на полях сражения. Пока что в тонком плане, но в ума уже могут появиться мысли, а вообще надо ли это? Вот просто от этой любви. Это очень просто. Мы входим вот в этот закон. Негко и просто как ребенок. Мы здесь дома, просто дома. И, может быть, самое простое для многих будет сейчас последний шаг. Это мы берем во внимание любви Всевселенную, со всем, что там есть. Все пространство, живое творящее пространство. Становимся единым. И внутри него все формы, все планеты, все звезды, все миры, многомерная реальность существования. А мы, сама причинность, мы входим в это пространство, сам источник вне времени. Вне границы. Безграничный свет, благодать и любовь. Мы просто вспоминаем свою природу. Потому что вылезти. И можем пошевелить пальчиком во Вселенной, почувствовать, вот из-за того, что мы есть это, и мы связываем своим сознанием вот это все, единое целое, мы можем почувствовать подвиг во всей Вселенной, в каждой точке, на шевеление нашего пальчика. Мы просто дома. Это все мы. И все в нас. И получается все откликается. Мы можем пробовать двигаться во Вселенной и овторг встречать в теле. Двигаться тело, тело может двигаться внутри нас. Оно просто есть это пространство, живое, дышащее, наполняющее все формы. Мы просто вспоминаем это, на самом деле, очень просто. И здесь нет никаких границ, мы дома. Все, не от чего защищаться. Все формы внутри нас. Но есть то, живое пространство людей. И пробовать в нем так двигаться и отклик находить в другом уровне. Движение всех форм реально глубоко. Узнавать себя во всех формах. И в другом уровне. В другом уровне. В другом уровне. В другом уровне. Мы можем пробовать подходить кому-то, если это захочется, и чувствовать себя в нем. В другом уровне. в своей форме, в глубокой форме, узнавать себя. Ну, попробуем. Здесь ничего не надо делать. Вот оно всё само. Это живое, пространство. Всё откликается. Ну, сейчас вот такое медленное, и где-то непрерывный сохраняется вот это восприятие. Оно в моментах к моменту не прерывается. Да, осторожно. Угу. Здесь внимание к этому. Самое субстратическое начальное. Уметь просто форму. Здесь можно пробовать. Здесь его тяжести каким-то образом не работает. При таком понимании. Можно летать, если очень хорошо. Если мы только касаемся, нужно всё напasать. Где? Давидея. Где? 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 Где, где? Вы. Густые. Здесь мы только касаемся. Можно глубже входить в это восприятие просто в себя, но и в нас. Это также естественно, поэтому тело-то помнит. Оно помнит это детское состояние, которое уже было. Семьяное внутреннее. Нет никакого степени, но и есть это все равно. Это само спешащее пространство, которое все спрашивает. Ну, оно вполне учитывается, как и все мило. Можно коснуться любой звезды или планеты. Через это тело. Коснуться этим телом, пальчиком. И вот это вообще все время. Потому что это тело пробудилось вот сейчас, как у нас в нем. И оно может в этой Вселенной быть свободным. Полностью свободным. У него нет ограничений, не прошу. Продолжение следует... И все формы это просто способ проявления этого пространства, его формовыражения. И через эту взаимосвязь можно их чувствовать все плохо, потому что они все находятся этим, нужно их ощущать через эту субстанцию, эту связь. Есть такая встреча родственности, родственности во всем. Можно знакомиться с людьми, а можно с предметами, даже землёй под ногами, она ведь тоже из-за этого же. Вот такой формы существует. Можно просто пробовать двигаться, чувствовать на расстоянии, встречаться в другим формам. Очень интересный процесс. У нас одна кровь и две. Чувствовать, пробовать. Исследовать свои проявления в разных формах. 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 Самым Орудийом. Исследовать свои проявления в небольшом. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...